всем привет сейчас я вам покажу как подключить ip камеру wi-fi к своему смартфону значит что нам для этого надо для этого надо подключить ее в розетку то есть у вас блок питания должен подключен вот этот самый и вот здесь вот либо вот ethernet сюда подключить либо по wi-fi можно подключить сразу же вот эта кнопка значит это у нас кнопка сброса все что то не так сделали можете всегда сбросить давайте я даже сброшу сейчас вот так вот нажимаете на эту кнопочку и ждем пока камера не щелкну слышен был щелчок значит все теперь берем коробочку от нашей камеры замечательные и у нее на торце здесь вот приложение сейчас я зайду приложение которое считает эти QR коды так она у меня вот здесь находится QR код так и называется все давайте так вот раз наводим и переходим по данной ссылке нажимаем перейти по ссылке переходим устанавливаем приложение либо открываем google play там устанавливаемся здесь не получается я уже это приложение установил все в принципе стандартно давайте вот он называется у нас ярлычок с какой-то давайте нажимаем у меня уже тут камера подключена была но сейчас она не работа не работает потому что я ее сбросил как вы видите то есть мы можем нажать на корзину можем удалить нажимаем окей ну и давайте дальше теперь нажимаем на плюсик внизу и верхней верхней настройку так нажимаем синенькую на кнопочная самая простая вбиваем сюда в поле вай фай свой логин вай фай и пароль и нажимаем настроить подключение и телефон где-то 5 сантиметров до камеры чтобы не было никаких посторонних звуков желательно и вот 5 сантиметров где-то от динамика нажимаем камера передавали настройки вай фай сейчас она сконнектится 17 16 секунд не думает что-то должна подключиться если правильно пароль от вай фай конечно все как видим подключилась нажимаем окей визит у нас тут то есть надо обязательно пароль поменять давайте тут админ давайте циферку какую нибудь 12 12 ну и сюда пароль давайте самый простецкий но потом я изменю конечно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 пускай такой будет нажимаем тут кстати можно аккаунт пользователя посетителя то есть он не будет администратором он сможет смотреть все это дело но мы можем сейчас не будем давать нажимаем создать окей все как мы видим все у нас получилось давайте нажмем так и давайте вот тут звук можно включить смотри хоп видим немножко опоздания давайте отключим звук значит можно фотографию сделать можем видео записать так здесь у нас режим значит стандартной четкости давайте высокую четкость поставим пускай full hd будет ну и давайте попробуем помасштабировать сейчас я вдаль туда поставлю чтобы было видно хорошо травку там разончик значит деревья видим это я зум цифровой сделал то есть качество обалденное в этой камеры так значит тут можно у нас разворот поворот сделать то есть влево вправо у меня сейчас смартфон горизонтально но вы наверное вертикально видите также можно вверх-вниз то есть ее можно кирк ногами всяко разное повесить вот значит есть у нас тут несколько камер поддерживается одновременно можно сразу смотреть ну вот как бы так вот в принципе давайте еще вам все в принципе рассказала да давайте настройки посмотрим а чтобы посмотреть видео даже кстати вот сюда нажимается здесь у нас значит оповещения будут какие-то если мы там охрану включим видео допустим мы перекачаем себе если и вот тут у нас значит по числу тоже будет видео сегодня у нас десятое вот можно воспринести кстати давайте посмотрим как у нас тут получилось это я записала вот с кнопки было записано то есть видим качество хорошее может быть даже оно стандартное было давайте сейчас еще вернемся и попробуем записать в высоком разрешении уже высокое стандартное на высокое поставим и на высоком запишем ну-ка как на высоком разрешении будет разница нет давайте назад посмотрим видео у нас там второе должно быть вот второе видео четче нет да намного четче кстати вот не забывайте разрешение поставить хорошее высокое значит судейств у нас будет через 10 минут появится видео то есть на каждые 10 минут файл будет здесь можно будет также нажимать смотреть давайте посмотрим меню настроек значит настройки информации об устройстве ну и тут у нас какое устройство здесь настройки это снова можно пароль поменять логин администратора и так значит настройки вай фай можно переподключить другую сеть тоже нажать там логин пароль допустим ввести вот видим другая сеть допустим пароль поменяем нажмем так все это понятно настройки сигнализации тоже интересная вещь значит тут у нас вот так вот можно поставить некоторые датчики всякие система оповещения высокий стоит но мы поставим средний или средний давайте поставим то чтобы он зря нас не беспокоил и вот этот датчик какой то вкручим видеозапись тоже чтобы он допустим записывал тут на электронную почту чтобы шляпа еще нету нам не надо давайте сделаем все мы значит подключили давайте попробую я сейчас вот подключимся я сейчас рукой помахаю как видим тут прям даже если мы не смотрим допустим можно так вот поделать так оно уже наверное не будет он уже раз просигнализировал хватит через какое то время но пока сейчас он записывает там у нас стоит 30 секунд настройки сигнализации вот секунд длительной записи то есть у нас только будет основной записываться когда по движению настройки настройки карты памяти форматировать можно карту памяти и статус ошибка файловая система давайте отформатируем ее нажмем ок короче мне что-то слэшка видать не то значит тут у нас наложение видеозаписи это это наверное цифры отключить можно голосовая видеозапись чтобы звук записывался периодическая видеозапись периодически периодами так вот у нас карта памяти все нормально пишет нет карты памяти ну что-то с карты памяти в общем во все нормально стало видеть отформатировалась все давайте наложение все включим как и было сохраняем так настройки времени ну тут автоматически она при подключении со смартфона берет ничего мы тут менять не будем может конечно часовой поиск поменять настройки почты вот это я не знаю наверное почта сюда вводится как-то протокол тоже непонятно что тут делать несколько почт наверное тут вставляется ответ ответ наверное который нам придет так ну другие установки тут у нас звук включен выключен значит звук включен тут она видать разговаривать что ли в общем это я не знаю ну как бы так вот такая вот в принципе неплохая камера прям четкая мне нравится давайте еще покажу вам как она вот вот видим надо эту штуку отключить все таки чтобы отключить вот эти всякие отключаете они не нужны все ну так надо конечно когда на защиту поставите значит вот так вот на камере ничего не горит в данный момент когда на свету светлое время суток ночное время суток включается подсветка сейчас я сейчас в темноту видим уже подсветка в полумраке у меня тут не сильно диоды горят внизу видать вот этот датчик вот здесь посрединке вот датчик освещения он ну все как бы камера в принципе крепление могло быть мощнее посерьезнее ну я думаю камера легкая достаточно камера металлическая в общем в принципе камера я доволен ссылочка в описании она не такая уж дорогая в принципе бюджетное решение покупался на алиэкспресс дошла она за дней за 10 дней дошла вообще прям классно в общем сейчас ее на улице установить осталось и будет вообще здорово через окно на инфракрасная просветка будет отсвечивать поэтому надо ее на улицу ну и пофигу слышка у нее сзади вот здесь вот ставится вот антенна можно всякое разное повернуть в общем камера классная ссылочка в описании всем удачи всем пока до новых встреч не забудьте подписаться на канал если не подписаны подписаться на канал если не подписаны